сегодня расскажу историю от акушерки просто не могу не рассказать иногда у меня спрашивают а какие они мама что отказывается от своих детей наверняка они социальные наверняка пьют беспробудно употребляют разные вещества мой ответ нет порой они выглядят абсолютно обычно иной раз даже не догадаешься что спустя день после родов она тихо скажет а с кем можно поговорить по поводу отказа и не все они просят не показывать детей многие даже проводят с ними все положенные четыре дня вместе одной палате помню как однажды пошла забирать бумаги отказные у одной мамочки захожу в палату она кормит грудью ребенка левой рукой придерживает а правый пишет отказ и совсем не плачет так как уверена что поступает правильно ребеночек лежит и даже не знает что через пару часов его крошечная жизнь изменится полностью мать тихо прошмыгнет на выход а он останется совсем один без папы и без мамы с нами мама ушла а его унесли в детскую палату понял ли он что вы бросили понял но не сразу только часа через три он просто начал горько плакать без остановки и ни одни руки не могли его успокоить его носили все детские медсестры но все они не его мама не ее запах уснул он только тогда когда наплакался детской палате где лежат кесарские дети и отказник отказника сразу видно это самый беспокойный ребеночек он всем нутром ищет свою маму он зовет ее из коридора надежде что-то стоит за дверью но мать не идет ее в здании то уже нет и криков его она не слышит самая тяжелая ночь у отказника первое потом ребеночек сникает как сорванный цветочек уже кричит но не так часто а потом его переводят и он уходит от нас навсегда особенно страшно наблюдать это все со стороны я вижу как вершится судьба двух людей вижу а ничего сделать не могу и я все это помню помню хотя мне не нужно а вот ребенку бы вспомнить потом лицо и голос мамы а он не сможет была ли она социальной нет свое жилье двое детей да третий рожден без мужа уговаривали ли мы оставить конечно но как об стену я финансово не потяну ребенка понимаете говорит она и к сожалению таких много очень много многодетные и бедные молоденькие и до ужаса боящиеся своей родни многие даже не рассказывают своим родителям настолько их боятся рассказывали в ординатуре что одна из студенток нашего вуза написала отказ от ребенка училась она на пятом курсе не замужем и отец сказал ей что на порог не пустят с нагулиным мы долго уговаривали как могли советовали в другой город уехать с ребеночком ну мало ли мол развелась ну все кто узнает нет отказ и слезы получила диплом и уехала а спустя год вернулась расспрашивала всех из персонала куда и как ее мальчишка пропал а мы-то откуда знаем тайна усыновления ребеночек здоровенький сразу забрали в семью она теперь ходит и в каждом ребенке своего сына ищет все примеряет сколько ему сейчас а как найдешь поискала поискала так и не нашла и живет теперь здоровье сердце много таких горьких историй о том что женщины поступили плохо но не бросайте своих дочерей в трудную минуту они с детства должны знать что дома их всегда примут хоть какую голодную беременную без мужа без диплома и без работы чтобы не было потом еще двух поломанных судьб друзья если история вам понравилась обязательно поставьте лайк и если вы еще не подписаны подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые видео до новых встреч